Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Америки. Также он говорит, возьмем, к примеру, людоедство. И начнем в средствах массовой информации, говорит, а почему? А кто сказал, что людоедство это плохо? Мерз, ты коров едим, а почему людей? И вот он начал, как бы, давайте представим такую тему, и вот он начинает умножать эту тему, вот они начинают говорить средств массовой информации, потом там программу показывают, собрались два каких-то молодых, я не знаю, студента, и вот они друг другу от задницы отрезали кусочки, ну, в общем, на операционном столе вырезали, там зашили, все заморозили, тут же они садятся с двух сторон такого большого стола, им приготовляют их, там, ну что, и они вот есть его мясо, этот местный мясо. Ой-ой-ой, можно как-то вообще насмотреть даже как-то. Нет, и вот он показывает, насколько это, и вот, а он говорит, да, неплохо, вкусно все, и это постепенно начинается, как бы, в обществе раскручиваться, да. Ты видел этот ролик? Трудный стоит на тренице. Не, я на первый раз даже слышал об этом эксперименте. И разум человека, насколько возможно его изменить. Разум человека проститутка изначально. Без Христа, да. Да, без Христа, разумеется. И из чего это все делается? Это сегодня Россию внешней войной тяжело видеть. Он что-то там, кстати, вооружил-то хорошо сейчас. А готовит внутренние какие-то конфликты, да. Сейчас любой пожар, вот любое столкновение внутреннее может привести. Ну, главное, сейчас толкнуться, обратят революцию вот эту, да, и дожечь все из них. Смотришь, у нас и внутренние хорошо подготовлены сейчас эти бригады, как они называются, до быстрого реагирования. Я говорю, ну, сейчас чуть-чуть собираются толпа, 3-5 человек, где-то с транспартом, выходят, тут же подавляется. Вот сейчас этот закон, как это я называю, пакет яровой, да? Угу. Они же тоже вот против вот этих сек, против всего образования, сейчас любого проповедника, грубо говоря, но в залах уже нет вот этого всего, хуже выбирают ложки, вот, и штраф там от 5 тысяч, по-моему, за первый раз. А перейдет все, ну, что же, говорим в интернете, да. А они вот сейчас начнут. Ну, и тоже, не дисциплиятные, ну, по крайней мере, я о православии хорошо не говорю, потому что стараюсь говорить правду с людьми в беседах, да. Это не то, что нехорошо, а то, что говоришь реальные вещи, называются своими словами. Ну, да, у них, ну, посмотрите, канал Спас, у них же там Елена и православец. Ну, вот сейчас я ехал с женщиной, она из Риги не ехала в Воронеж, сама воронежская учила здесь в Воронеже, даже там техникуме, ну, многое рассказала, такая разговорчивая женщина все по своих родственникам рассказала. Ну, и весело, что она, в принципе, считается православной. Ходит там праздники, православный храм, смотрит всегда вещание по телевидению из храма Госпасителя на великие праздники, на Джество и Пасху, и у нее один был уходился на Джество, второй на Пасху, в общем, вся такая православная. И тут же она и йога, и астрология, я ей говорю об этом, она говорит, а вот мы там ходили, а этот зэщик, с которым общается, который вплотную занимается йогой, вот вроде как и священники тоже это работают. Ну, что ты скажешь? Ну, Ань, а как? Оно же все сейчас к чему? Все идет к объединению религий. Мы показали это. Один епископ, как мы построили рядом с храмом мечеть, так он говорит, я долго ждал, пришел поздравить этого, мол, ковер. Я говорю, вот, принес вам ковер, долго ждал, когда вы закончите вашу мечеть, хочу поздравить вас, у нас один Бог, вот хочу вам ковер в мечеть подарить. Мы дети одного Бога. Ну, да, вот лучше, чем у папы. По-прежнему, у него есть канал свой, вот, в интернете и на телевидении. Он заявил в программу, что мы хотим объединить религии, что у нас один Бог. Поэтому по Союзу Смирнов тоже и Алфеев об этом говорит, что у мусульман и православных один Бог. У нас один Бог, мы вот просто по-разному... Да, Бог-то действительно один, но кто на вас есть кто? Так они об этом не говорят, они говорят, что один Бог. А люди, да и простому человеку, почему именно ему надо понять, что у вас один Бог, зачем боевать? Сатамам не придется идти по словам одной религии, один Бог. Да. И я. Бог мне есть, и я. Известно, единая мировая религия, единый мировой правитель. Мы против этого и выступаем. Ну, я же говорю, он закон-то, он постепенно, они сейчас подрадают. Ну, они пока там в интернете. Они в интернете перейдут. А мы... Я говорю, я молчать не буду. Я там со священником тоже, я говорю, батюшка, я говорю, у нас против патриарха. Ну, мы не то, что против, а говорим вот то, что никак не против, а озвучиваем вроде эти вещи. Ну, называемся. Ну, что в этом хорошего ничего нет. Ученые встречаются с этим папой Ревским. Ну, и коммунизмом. И по великому. Приучают человека к тому, что в этом ничего плохого нет. Он раз сейчас встретится, бунтовали, но второй раз он пригласиться не мог. Потому что он уже патриарх вышел, он уже пару добродетелей каких-то показал, людей усмирил. Он как кнутому или пряникам может поступать как правильный. Патриарх сейчас в этом об оборудове тоже нападет. Он возражает, да, что вот это по ОВС в Белии, что она... Мы платим еще и налоги за то, что оказывается делают. Нет. Я даже об этом как-то и задумывался. За то, что делают оборуды, мы еще и платим за это налог. Ну, а сейчас налога туда идет тоже. Тут в чем дело-то? Дело в том, что они отучили, во-первых, людей работать. Они людей сейчас централизовали, согнали в города. Это же не просто легче управлять, когда люди находятся централизованными, правильно? Да. Вот. Они отучили людей работать. От земли отучили. Вот. Человек отучился, ну, производить что-то своими руками. И сейчас что-то обратное выводит. А сделали? Для чего? Для чего? Уничтожение населения идет. Программа-то, она работает 300 лет, вот эта масонская. Они все, они не могут найти выход. Людей этого выробить побольше. Войнами опыт, опытным путем показывают, что невозможно никакой войной их убивать. Ну, понимаешь, они тут уже плодятся, как и теперь муравьи. Вот. И они уже топчутся, топчутся на одном месте. И что делают? Не вакцины. На Африке тоже хотели эти вакцины. Тоже ничего. На Африке вообще хотели полигонные испытания всяких. Так ничего же не получается. А один, единственный выход, что поставить эти чипы, отключить люди во христе обеспечении. Сейчас говорят о том, что вот, опять же, те же сердечные ритмы, как его можно легко настроить, да. Они измерили, я не помню, с чего в децибелах измеряется человеческое, ну, не настроение, а как это сказать. Человеческие эмоции, да. Вот у радости, допустим, определенные, там, 12 децибел, да. У, там, у отчаяния, там, 7 децибел. Вот каждое чувство имеет свою чистоту. Да, это что мы измерили? И с помощью чипа, ну, как, ну, сердцебиение, да. Мы раз, от радости у нас повышается давление, допустим, да. Это же они это измерили, да. И при помощи чипа они смогут легко тебе управлять чистотой твоего сердца, примерно. Тысячелетия. Тысячелетия, казалось бы, да. Ну, по-моему, библейской истории, мы знаем, да. Вот сколько? Пять с половиной тысяч лет, да? Пять тысяч лет, можно сказать. Ничего такого в природе не происходило. Правильно я не описываю. Тут за какие-то 30 лет бахли все. Тысячелетиями жили, возделывали землю. Ну, что, колесо изобрели, сталь изобрели. Ну, разве может быть человек вот так, достичь такого прогресса, как, вот опять же, таблица Менделеева приснилась этому. Менделеева во сне, да. Как это во сне может? Это в кузнице ада выховываются эти технологии. Антихрист, он же и придет через эти технологии. Весь фундамент подготавливается к его пришественным изобретениям. И положив его на весы, на весы, да? Сколько... Ну, полезного. Да. И любое изобретение, оно не идет в пользу человека. Если в пользу человека, то во вред природе. Ну, я давно об этом говорю, всем, с кем веду беседу о вере, о Боге. Весь научно-технический прогресс направлен на то, чтобы ускорить пришествие его. Да. И что, мы теперь должны вернуться в пещеры? Да. Реплика? Именно в пещеры. Вырубить электричество и вернуться в пещеры. Ну, что значит пещера? Люди жили еще сто лет назад. Ложились раньше спать просто. Раньше вставали. Да. Так и жили. А что? С солнцем живи. С солнцем живи. Светило. Если Бог дал, светило, с ним и живи. А людей привлекает ночной образ жизни. Да. Вот это же все завораживающе, вот это все холодовское, ночное все. У меня вот это всегда, когда людей отучили от работы, от земли, привучили только к потреблению, к развлечениям. Ну, на землю-то, конечно, не поет. Это начнутся эти самые, бандитизм, пирамиды начнутся. Конечно. Уже целое поколение, несколько поколений на этом. Да давно уже, еще это в советское время. Люди искали все. Одни только и разговоры везде, вокруг. Как бы... Леньше работать и больше получать. Видите, если ты не работаешь, то здесь вас должен получать. Ну, в фильмах вот этих еще 60-х, 70-х годов. И вот много я люблю старых фильмов. Вот сколько там из деревень показывают. Они же на этой проблеме как раз тогда, в те времена, начиная с 50-х годов, уже тогда, послевоенные, начинали люди тянуться из этих... Сначала на учебу, потом оставались на работу. Ну, и вот в фильмах много старинных, где председатели и там родители зовут наоборот деревню детей, а ни под каким предлогом они туда не хотят. Ну, очень целая индустрия была в фильмах на эту тему снимали. А причем они же, эти фильмы, они пропагандировали городской образ жизни. Насколько это прекрасно. Магазины, вот эти все, фабрики, заводы. То есть, получался обратный эффект. Да. То есть, родители зовут вроде бы, а тут же преподносит, показывают завод, фаб, станки эти, насколько счастливо молодежь живет. Да, да, да. Гостиницы, вот эти, общежития, все. Конечно, народ увлекал это все. У них-то планы-то какие. У них, они, может быть, и стремились, да. Казалось, вот сейчас мы наладим, да, вот это вот. Тут не уместно сказать, что благими намерениями дорога вам. Да, вот именно так было. В фильме есть такой, лежит труп. То есть, где-то в Ираке, в Гране, Единая война была. И вот такой вот труп, половина человек, берут из него ДНК и помещают в сознание компьютера это. То есть, его разум помещают туда. И крушение поезда произошло. Им нужно было выяснить, кто проведал теракт. Они как бы вот это ДНК поселяют в компьютер. Его ДНК воспроизводят, ищут. То есть, ему каждый раз... А, я ищу, я ищу этот фильм. Видите? Да, сын мне показал, куда я его видел. И вот они хотят ему в жизни реализовать. Вот сейчас. И у них получается, да. Представляете? Да, это ужасно, конечно. Раньше-то говорили, что сатанат будет, он будет рожден не... Как это? Есть и такое... Равинник, ищу он... Ну, а в луднице он родился. Да, в луднице рожден как-то еще. Ну, то есть, он желание жен не уважит, в общем, как говорили. То есть, он извращенец какое-то раньше было. Ну, да. А теперь уже говорят, что он будет вот именно такой биоорганизм будет человек. Вот, он будет такой... Ну, по их пониманию, совершенный человек. Он бессмертный уже будет. И... Ну, мы знаем, что он смертен. Ну, и что того может быть-то? Поклоняться вот его вот этой... Его складу ума и жизни вот этой его, да. И хотят быть таким, как он. Они же примут его за Бога, да. Мы стремимся к Божьему совершенству, да. Они будут стремиться к Его совершенству. Я вот свою политику выстраиваю на чем? Как можно дальше отдалить вот его приход? А чем отдалить его? Вот бороться с этими вот технологиями? Мешать всеми путями, чтобы ли вы только... Ну, не всегда прошу, господи. Не отними свою десницу, удерживающую. Вот. Но и в то же время да не почистай моя худая, бедствующая рука, чтобы удержать Твою карающую десницу. Да будет воля Твоей считается. Потому что всякую молитву нужно завершать этими словами. Да будет воля Твоей считается. Ибо мы однако узнали, какому Медведев-то еще в десятом году они ставили планы, чтобы к 15-му году должны были все люди иметь УЭК. Универсальную электронную карту. Мы уже в 12-м году ввели там целую программу, целую политику. Видимо, проповедовали в интернете, что все люди шли и писали отказы. Ну, много вы привлекли людей. У меня вот вся семья поездила, писали отказ. Потом многие там из близких, так и из друзей ездили, отказы писали. И по всему миру. Ничего писали. Я вот тоже писал. ИНН не принимал. Я не принял. Но они все равно присвоили. Я понимаю. Тут уже за семь мною. И посмотрите. Процесс-то один и тот же принятие. Процесс принятия один и тот же. Они помимо нашей воли, они тебе уже присвоили номер, они тебе уже нарисуют эту карту электронную. Да, они нарисуют. Но я-то ее теперь могу принять и могу не принять. Если уже без чего-то ты не сможешь ни купить, ни продать, это и есть начертание. Они с чего хотят начать? Централизовать все в электронную карту. Чтобы это были и деньги, и документы, и все. Вот эта карта уже и будет. То, без чего нельзя ни купить, ни продать. Вот с этим сейчас русский народ и борется. Она идет потихоньку. Они ее обучают. Мы-то должны до последнего от нее отказываться. Пока ходят наличные деньги, этих риск не придет, пока есть налички. В Европе все. В Европе практически. Я вот разговариваю тоже с людьми. И вот в Германии, и во Франции. Все. Наличные деньги прекращаются прямо буквально. И вот уже в магазинах, на заправках смотрят на наличные деньги. И откуда делись? Большие деньги вообще нигде не принимают. 500 евро. Хотя вот даже среди всех окружающих, если будет принято большинством, на тебя будут смотреть, как на какого-то борозита, на какого-то человека, противодействующего лучшему, прогрессивному, передовому, который несет с собой благо, удобство, которые ты пытаешься отнять у них. Оно еще процент. Ну, я следу за этим. Молодежные форумы захожу. Потом есть общение в скайп. Тоже вот молодежь до 30 лет вот такие общаются. Они же свою политику выстраивали, чтобы нам как бы все это оттянуть. А у них наоборот. Им надо ускорить быстрее. Нет, я хочу сегодня. Нет, я хочу сейчас. Конечно. Они вот эти гаджеты носят сейчас. Вот они сидят. Да, они вот сидят. Главное, что вот как только свободное время, он уже перед глазами этот гаджет держит. Уже все. У него они привязаны. У них зависимость уже такая. А у них перспективы-то, смотрите, какие. Они знают об этих технологиях, что этот гаджет уже возможно будет поместить внутрь головы твоей. То есть у тебя перед глазами ты управляешь. Одними мыслями будешь управлять. Вот, то есть ты будешь, идешь вот ты, допустим, да? Google, покажи мне там, допустим, фильм такой-то, да? У тебя раз перед глазами ты будешь видеть и дорогу, и в то же время и фильм смотреть. Google, хочу поиграть в эту игру. Ба, у тебя перед глазами игра, ты становишься героем какой-то определенной игры. Ты погружен в этот мир. Есть вот тоже роман, один рассказывает. Есть как раз «За макарону» называется, по-моему. Я забыл ее фамилию, как она предсказывала вот эти времена, когда настал, когда реальность вот эту жизнь не будут называть реальностью, и будут называть вот эту именно реальность компьютера. Виртуальную. Виртуальную. Это будет настоящая реальность. А та реальность – люди будут как… Какая-то нелепость вообще, что это… Ну, она уже по сути так и есть. Они же сидят вот в этих гаджетах, они вооружены вот там все. Вся жизнь, весь мир сидят рядом друг с другом. Они же не говорят вот, а вот разговаривают друг с другом. В интернете я читал и слышу от кого-то, что в Китае, например, там уже чуть ли не миллионы лечатся, а громадные. Как лечатся и как успешно лечатся – об этом не было. Это гораздо страшнее, чем наркотические зависимости. Скорее всего, да. Смысл выработка, допустим, гормонов радости, гормонов счастья, эндорфина. Человек же получает. И садись за компьютер, он какое хочет настроение себе, такое и получит. Такое ему нужна игра. Вот, допустим, я хочу самореализацию, да, сегодня. Стратегия там какая-то. Я хочу там семейные жизни, да. Там есть другие, там любые есть игры вообще. И ты, ты же получаешь внутренние выработки гормонов, дают тебе ощущение счастья. И человек его получает легко и доступно. Там же нельзя будет сказать, что я не знал, да. Да. Преступление в нашем суде, в земном суде, это о новом незнании, не освобождает ответственность перед законом. Ну, люди вроде христианами себя называют. Опять же, смотришь фотографии личные, просматриваешь, ну, соцсетях, там, друзья или где, соцсети. И дети, и все вот эти вот распальцовки, вот эти сатанинские символы. Да. И людям говоришь, ну, многие, конечно, ну, и откликаются, и думаешь, что мы сроду не знаем, где вроде, где вроде это самое. Ну, уже хорошо, что люди осознают это и отходят от этого. Ну, в общем, как Христос сказал, что я когда приду, найду веру. Да. Мы сегодня видим, сколько людей, столько и понимаем. Всем надо вот что-то как-то вымудриться, надо вот как-то отделиться, да. Показать вот свою, ну, индивидуальность. А это все из-за вот избытка информации вот этой. Ну, и перезилов к тому, чтобы самореализоваться, показать свою индивидуальность. Да, индивидуальность. Это вот неплохо, да. Вот информация есть, понял. Я и для себя только. Я вот один раз голосувшился. А потому что, под сомнение, вот такие вот уже попадают, как бы, в догматы. Ну, это уже, так вот, волну и сторожили. Ну, не зря, как бы, написали, что от моего знания и от моего печали. Умножаем познание, умножаем скорость. Да. Да. А? Назвать хочется. Что тут за симфония? Нет, это же я в Москве, в Питере, в обучении по заболеваниям крови. То есть, диагностика заболеваний крови под микроскопом по тетанодиопсии костного мозга. То есть, берутся фрагменты костного мозга из подвздошных костей. То есть, специальной иглой и на том, где забирают элитатон, мы специальный обувь обработка, пройдем в костей. И потом делаются тонкие исследования до 8 микрон, то есть, больше, даже 4 микрон. И потом, можно делать окрашивать специальный обувь, но разве с ним красительно. А потом мы исследуем, и анализируем все картины, которые видно микроскопом, и выносим заключение, чтобы не совершать ошибок, которые потом будут с собой последующие действия нейтрального врача и клиент-систра. Ну, я все это понимаю, но если брать всю тенденцию вот этого роста со знаком минус, да, вот сегодня онкологическое воздействие, ну, как бы там сегодня врачи, да, не мучились, но все же это растет, а они умоляются. Чем больше мы учимся, тем больше люди болеют. А смысл? Нет. Люди болеют не потому, что мы чем больше учимся. Я скажу, что успехи в лечении, они значительные. И существует, как говорится, таргетная терапия. То есть, если раньше генотологические больные погибали при хроническом лимфарикозе, хроническом лимфарикозе, то сейчас они живут гораздо дольше и продуктивнее, они работоспособны на поддерживающей терапии, а то и излечиваются даже заболеваниями, которые раньше считали смертельными. Деводили к смерти буквально короткое время, за год, за полтора, а то и раньше. А сейчас они живут 10, 15, 20 лет, то есть... Ну, смотри, скажите, просто, ну, надо врачи так увидеть, что у меня дырка в палец лимфу, ну, на лимфых узлах они просто прорываются, ткани оттуда лимфу течет, а так, вот, ну, на ногах, на руках у меня корочки такие вот сковыриваешь, и лимфу идет, просто заливает, до стакана может за сутки выходить из одной ноги. Ничего, мы тебя вообще не лечим. А врачи приходят и говорят, ну, это бессмертное состояние, так обычно, вот, из ног лимфы идет, это когда... У тебя особо случилось? Который 20 лет? Ну, ну, в основном, человек, когда науку лечишь, а человек полезен для этого, ну, что лучше мы лечим, чем человек лечит. А, ну, это умирает. А, ну, это умирает. А, ну, это умирает, и мы тебя не будем лечить. Напротив, бывает, такая байка есть, собрались врачи на консилию и говорят, ну, что, осмотрели, и говорят, ну, что, будем лечить или будет живет? Ну... Ну, это такая байка. Как герой один в фильме говорит, чем меньше человек живет, тем меньше веков он собирает. Правильно, я с тобой согласен, что всякое действие встречает противодействие. И, конечно, лечение многих заболеваний, если сказать менее всех заболеваний, оно имеет свою обратную сторону. То есть, всякое лекарство, вы исключаете лекарства, которые... лекарственные препараты, которые основаны на растениях. Да и то растение, то же растение, то же, болезголовку он применяется в онкологии, где можно отравить, а можно лечить. Но, тем не менее, обычные эффекты, они известны. И существует... У меня вот эта книга, лекарственная терапия. То есть, лекарственная болезнь называется. Лекарственная болезнь. То есть болезни, напекающая от самих лекарственных препаратов или от действий, манипуляций медицинского персонала. Вот у меня... У родственников, ну, как она мне не считает, Таня или родственница, в общем, дядьки родного тещи, вот они ее лечили до 87 лет, по-моему, она лечили ее там, я не знаю, она и болезнь, и успешно. Они пролечат ее, и все. Ну вот, видишь, есть эффект, значит. А смысл вообще какой-то? Она... Смысла нет, если она не как Христу не идет. Она не как вообще. Она если не идет... Вот, тогда нет смысла. А это же людям не объяснишь. Так ее надо всю медицину тогда сообразовывать, чтобы она была заключена во Христе. А вы знаете, во всех медицинских учреждениях, которые у нас есть либо малейная комната, просто как минимум, либо есть уже и храмы, ну, как минимум, иконы, как у нас. В древней революции оно так и было, в нашей медицине. Да, да, да. Были же часовни, там и службы проходили. И теперь я вот когда в прошлом году был на учебе в Москве. Здесь, в Москве. Здесь, когда я сейчас в Москве. Значит, там я, где учился, в то время это было у какого-то? Ну, с 50-х годов. Были когда там, вот на месте часовни, было наше отделение, это было антоническое. Вот. И там концепционные, зала там, скрытки проводили, там все это было. А сейчас на этом же месте вернули храм Кольцмы и Дамиана, и Шребенников. Там на этом месте геручки, связи с геручки. У меня у друга, близкий друг, он у меня был до травмы, вообще. Ну, как, у Ролеси. Ну, такой близкий. Да, да. Ну, да. И вот у него отец, в общем, насколько он, 70 с небольшим, он дожил. В общем, у него практически всю жизнь, ему с молодого дорожили, опуху для него, ну, она, доброкачественная, видимо, была, базу. И он всю жизнь знал, что у него опуху для. даже. И ничего с этим не делал. И вот, ну, он такой, подвыпит, ну, трудяга был там, и на заводе, гараж, и машину, он там ремонтировал, и все. И у дома раз гаража идет, но угол дома подскальзывается, головой бьется, и опуху, она активируется. То есть он теряет рассудок, разум теряет. Вот. И вместе с этим она превращается в благачественную. То есть он прожил в этом состоянии полтора года. как Господь держит эти опухоли и знает, когда ее активировать. Да. И вот при, и, о чем я вот хочу сказать, то, что, все, вот, как говорится, что Степович Господь Николаевич, он понимает его разум, да, все, был отнят, разум у человека невозможно. Вот это самое страшное, я считаю. Он умирал, когда человек, он умирал, когда старший сын его приходил ко мне и рассказывал. Ну, умирал видение, видение какие-то кого-то, он начал видеть, кто-то пришел за ним, и были муки такие, у него предсмертные, его когда раздевали, хотели переодеть, у него на спине, на пол спины был ожог. когда человек, у человека отличается центральное, нейротропическое воздействие, центральное, трофика нарушена, то есть, питание ткани, и, в первую очередь, кожа, она, она слазит, как будто, при ожожении, дверь мой. Она не желает, она пол дверями у него, пошли, пол двери, да, это просто, жидкость там скатывается, она потом слазит, этот, кучелок, это бедность, а это не ожог как таковой, Нарушения центрального места накопления нарушениях, но нет таких, не врушений. Нарушения центрального противника, крайне органа. Да, Бог, и Господь, был ни науне, ссо в weapon. И знаете, вот сколько одному Господь говорит, у меня уже с тобой вдвоем моей делится, а мне вот это помогло, а мне вот это помогло, а мне вот этого у нее вообще никак не помогает, ты ей. Я больше за народную медицину. Не то, что сегодня, то, что новые технологии, да, вот эти все. И все равно мне ближе. Вот антибиотики опять же эти, да, возьмем. Ну да, но я и не выжил, наверное, для этих антибиотиков, потому что были такие болезни, что тупо имя и спасался. А сейчас дошел там, что они вообще не помогают никакие антибиотики, даже самые свинейшие. Это закономерный процесс, потому что микроорганизмы, у них цикл размножения очень большой, короткий, поэтому они очень быстро адаптируются к этим условиям. Вот. А если уж не помогают антибиотики, то уже мне вообще никакие лекарства, особенно из преднародной медицины. Нет, но антибиотики тоже, они же разные, разного поколения антибиотики. У меня постоянно цистит, постоянно кровь идет, мне надо постоянно эти антибиотики постоянно пьют. Ну, кровь идет из ночевого, их ее надо останавливать. Более страшные вообще с этим циститом, я замыслился. У меня если бы не цистит, то он не… Ну, отвык ежесекундный, и ты живешь святой жизнью. И я когда… Вот у нас с тобой не было общения уже, наверное, больше нескольких месяцев уже. Я несколько раз подсунулся, то ты отдыхаешь, потом спрошу, позвоню Татьяне лично, отдыхает или в болезни прибываешь, когда тебе ни до кого, ни до чего. И думаю, вот как вот лично раз подсунулся. То ли человек работает, именно того, то ли он отдыхает, то ли его в таком физическом состоянии, что ничто не разумеет. Меня мощи вообще нет. И тут мне не Господь, как я не знаю, дает силу. Что же ты как устанешь, ты скажи мне, чтобы я тогда оставил свою отдохнуву? Ты что значит устанешь? Как я устанешь? Я не устаю. У меня будут боли, спазмы такие, что я не убиваю, у меня просто лежу, у меня вот сжимает все. Настолько вот все трубы, все кишки, вот эти все проходы, и артериальные, и все, и спазмы голосовых связок, и все. У меня сил вообще нет ни таких, ни физических. Опять на физических и духовных принятых. У кого? Все взяли связи. Тут все силы отдаешь на борьбу, ну, духовную борьбу, вот с этими, с Божьими. То есть, если только бы сатана, то он, чтобы выходил в Господа, скажи, что он во всём виноват, скажи, и то он тебя. Это как убивало? А чем? А для чего? Ну, для этого все и устраивает. И опять сегодня утром поворачиваюсь, думаю, может что-нибудь есть. Я говорю, Господи, ну, верю, вот, до 60% верю, что это самое, есть что-то там, вот, нету. И у меня такое опять, и он поступает. Это он во всём виноват, это он, это он так делает. Да ты что? Прямо такие мысли. Ну, что я? Ну, даже. Помогите, Господи, я постоянно прошу об этом, чтобы не было ни уныния, ни отчаяния, ни ропота. Да. Он тебе говорит, ты просишь его, а он тебе не сможет, видимо, это он тебе не надарится. Угу. Угу. Берёшь это делаю? Я в него отойди, и Господи, благодарю за всё, благодарю, и за слабую, и за хорошее. За всё благодарю Богу. Да, конечно, это вот войти в такое состояние другого человека, который испытывает физически какие-то боли, какие-то страдания, это невозможно, наверное. Хотя описывает его там, что когда Горький вроде описывал, что у него было в такой степени, он вошёл в это понимание, что испытывал эти боли, что он терял сознание даже. Ну так, во всяком случае, говорили, как я тут был в музее Горького, и экскурсоводы говорили об этой ситуации, вроде как воспринимания какие-то отражения. Я не знаю, я вот раньше, ну как в первое время тоже с людьми, я не людей вот тоже так сказал, да вы не понимаете, какое у меня состояние. Потом я думаю, да у каждого своё состояние, каждому Господь по силам даёт. У него, может, силы как раз выделены для того, чтобы своё потерпеть, а по равенству получается один. У меня Господь сил на моё даёт, а ему на его даёт, а по сути получается одинаковое терпение. И поэтому, как тут говорить, у кого больше, меньше, мы не можем. Да, так же, как мы говорим, что кто-то больше грешен, кто-то меньше. Только у Господа есть такие весы, которые могут ответить. Грех одного и второго. Другое дело, что мы всегда можем пытаться сопереживать и сочувствовать, и выражать какие-то пожелания от Господа, чтобы Господь как-то облегчивать эти страдания, и помог, дал силы принести все эти испытания, о чём я всегда постоянно мыюсь, как минимум два раза в день. Больно становится от того, что мы отдаляемся или теряем. Мне всегда было больно терять друзей. Я всегда пытался найти в себе причину этого разрыва, прежде всего. Не в том, кого терял. Сколько народу, сколько мы через него, сколько людей, даже через этот интернет, последние четыре года… Через интернет больше, чем до интернета. Вы себе представить не можете, и сколько людей вот именно из этого клубочного православия приходит в понимание вот этого евангельского духа, да? Да. И обращаются люди к Богу. Это сотни, это огромная масса людей. Угу. И я вот с этим недавно только говорил, у Юрия Баха и Бигмы были в частности с ними на техниках, да? Какой бы он там ни был, что бы были, что там… Ну, я не знаю, ничего. Только бывает, но и раз я ему там и высказал что-нибудь в этом… Письменно. Угу. Недавно ему написал Юрию, что я обережаю его, что он старается сразу примириться. Угу. Вот так. Я ему… Я говорю, видать, есть с чего, я в интриге говорю, вводите вот эти вот… В интриге, как бы, людей вводится состояние вот такое… Он любит это все вот, вот эту… Приматуру. Вот. Я его, как бы… Не то, что я сказал, вы интриганты тогда, да? А вот, думаю, зачем вот это? Вот. А вот давай полез в Википедию, там, смотри, вот такие интриганы. Угу. И… Как бы он подговорился, я не интриган, ничего там… Ну, он же привык, я на него там говори, подлец, он думал, принимает… Он вот меня вот только принимает. И в интернете и люди… А люди заметили вот это и просят, да вы скажите это, то и то ему скажите, и то скажите. Он от вас только принимает все. Аналогично мне тоже, братья и сестры говорят, что-нибудь вот это… Ну, вы скажите, ну, вы ближе к нему… Ну, да. А я… Я вначале все это взвешиваю, а потом думаю, нет. Лучше с этим вопросом не соваться. Стали говорить среди братьев и сестер, я ему уже неоднократно говорю, братья, не цените то, что имеете. Давайте ценить то, что имеем, чтобы потом не плакать потерявшим. Да. А разговор какой-то, что вот опять… Есть одного актера, и все одно и то же, и все те же самые вопросы, и все вот это… И он как только услышал, все, вот ты будешь вести собрание. Сел и сидит, теперь его оттуда не выключишь. Ну, только когда ты дашь ему слово, то он начинает опять же с оговорками, да я еще там отниму время. Вот. Так что он слышит, четко реагирует на аудиторию, и коренным образом бывает, что он вернет свои действия. Ну, родствует он во многом, иной раз кажется, но как иной раз великой ребенок трехлетний, а это правильно Дебунов, он говорит, что это святая вот эта наивенность его. Угу. Угу. Поэтому он так стремится, и даже при этом, и он будет терметь. Да, 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 да. Ну, это есть. Поэтому он часто вывел его заширом в лице. Угу. Вот он говорит, хоть он сегодня говорил о том, что ему это как бы бургарно выражает дофини, что он теряет кого-то, что он был близок, а потом человек потерял мир. Он это переживает. Наверное, так же, как я, глубоко, и те люди, которые отошли, а их теперь уже десятки. Для каждого, особенно в кого больше вложишь, стены трудей потом в прозвуках. Ну, человек, конечно, 82 года, он все... У Осипа нашел это, вот это, как бы, покоение в душе своей, да, то, что он не вечный. Угу. А потом, видимо, он разуверился. У Осипа сейчас не единственное слово облечает. Какая нелепость. Пусть даже не не вечная. Ты только вот представь себе отмечения серьезные и хотя бы один день. Тебе этого достаточно будет, чтобы потом отказаться от этой мысли. Не вечная. Что значит не вечная? Ну, даже в 14 лет ты попробуй, полежи и испытай все это. Это хорошо, рассуждать об этом просто так отвлеченно, когда не испытываешь этих всех. Элементарно. Я всегда говорю тем людям, которые говорят, что людям, то и нам. Ну, куда люди пойдут, значит, я тоже пойду вместе с людьми. Я говорю, очень легко ты так принимаешь. Ну, возьми, зажги спиртовку. Если чуи, подержи, хотя бы 5 минут, подержи на спиртовку и руку. Сможешь держать? А в чем говоришь? Куда пойдешь? А в дизоне своего так можно так говорить? Ну, а как? Если человек не верит, то он не верит, то, что здоровый рейс сейчас не тащит. А если он не верит, то, что там будет? Нет, это же, как бы условно принимают, да, что там есть нормальные женщины, что есть рай, что есть арт. Ну, и что мы большая часть людей, как тут важные люди. Готовность, да. Готовность, да, и весело. Угу. Есть. Юис хорошо это описывает, что человек, многие умирая, они даже не поймут, что они умерли. То есть вот в такой ситуации, когда человек упадет, что мытарство можно назвать, это мытарство, он даже не поймет. Но я испытывал это состояние. Когда выходишь из тела, ты не понимаешь. Это первое время, а потом-то когда тебя уже определять будут, где ты... А у Юисы это вот все и описано. Человек не верит. Она вот в женщину, допустим, она была вот, как бы, ей нужно было воспитывать кого-то. Вот у нее был сын, да, и у нее сын умер, и она вот к Богу вот приз претензиями с такими была. Верните мне сына, кого мне воспитывать надо. Вы чего? У меня забрали сына. Как я без него? Как я без сына буду? И она умирает тоже. И опять же, она не понимает, что умирает. И ей вроде там ангел подходит к ней и объясняет. Ты все не нужно, уже все оставь. Ты приди к Христу, там все по-другому поймешь. Она говорит, зачем мне? Мне это не надо, то, что ты мне объяснишь. Вы мне сына, верните, мне больше от вас ничего не надо. И в этом состоянии ее пытаются и убедить, и ангелы, и святы. Не надо ты вылез из этого состояния. и ей не будут это состояние. И все. Мне несколько непонятно, как ее еще могут убеждать, потому что, если уж душа с телом рассталась, то там уже все, либо только Господь ее вернет до чего-то. Она не понимает, что угнила, она не понимает. Нет, что ее там убеждать начинают? Ее не убеждать, а ей объяснять, что все изменилось. Все изменилось. Прими, ты теперь прими вот это свое состояние. Она говорит, мне не нужно это состояние, мне нужно то состояние. Вы верните назад меня к сыну, чтобы рядом с сыном у меня был. А то состояние, которое ей предлагают, оно ей не нужно. Вот оно в этом и от заключается, что человек, Господь говорит, с чем застану, кто умеет судить. Но не Господь тебя судить будет, и сам будешь себя судить в том состоянии, в котором ты умрешь. Будешь в вечность, и вот в этом алкоголик будет искать, где ему дарить вот эту жажду его. Его и будет интересовать другая жизнь никакая. Он будет в вечном похмелье наконец. Я выходил из тела, но я знаю, что это такое. Разницы ты не ощущаешь. Я погател из телевизора, но я не понял. И ничего не понял. Я под потолком, да. И все у меня это нормально получилось. Ну, почему я даже не задумался, почему я под потолком. Ну, под потолком, под потолком. А у души-то у нее, и ее свойства это нормальные. Она себя ощущаясь, ощутила в своей среде. И у нее нормальное состояние полета. И вот, когда я уже обернулся, увидел себя лежащим на кровати, я в шок пришел. Умница вообще. Вот тогда я уже остановился, да. Вот почему это опасно, когда… Ну, раз. Иван, или как написано, их жгенут. У нас церковно-славянство их жгенут, лучше кто или вырвут. Это… О чем вы это? Вот как раз ее вырвут, эти души, и человек не поймет, что он умер. Он не может, не сможет, не покаяться, ничего. Он, наверное, последний секунд. Он окажется в аду, и он не поймет, что он умер. А то говорят, а вдруг он покаяться, при столкновении этого автомобиля Бог в Бог, вылетела душа, и человек говорит, о каком покаянии? Да я по себе, о своем собственном опыте могу сказать. Я уже рассказывал об этом. Когда нас развернуло… Ехали мы на машине, это была поездка в Среднюю Азию. Ехали, мы уже возвращались из… из Казахстана, из Казахстана ехали, по трассе ехали, и рассказывали, официальные анекдоты. И вот случилось так, что нас чуть не перевернули с ним в этот год. Привет. И у меня только одна мысль. Там, на заднем сиденье, были двое детей. Одна вообще года 4-летняя, а сын постарший. в городе 5-6 лет. И я себе даже, на самом деле, что дети погибли. Всё, вернул эта мысль, и дальше уже о каком-то покаянии там вообще не речь. И нас развернуло вот так вот, как он вернулся на встречную полосу, и опыт вот так вот восьмеркой сразу весь включился с одного колеса моего потом вывел себе это колесо. Да, да, да. Есть, есть правила. Да. Да. Какой мне одеялом там? Сейчас я принесу. Извините, пожалуйста, немного, немного, полутора. Я сейчас варнию. Я выпью, мне будет на часа полтора, например, не дает. Угу. В общем, может сладко еще. Ну, вот это вот кедрон тоже из-за глядей и ягода тоже. Так что, ты понимаешь, пожалуйста? Я, конечно, это черный дед. Я говорю, да, кишечник очистится, но на уме вроде я стараюсь не... я стараюсь не есть, а сон, потому что... Ну, сложности. Такие сложности, конечно, нет. Дальше, как все время говорит, и я тоже следы не повторяю, когда пост начинается, когда вот встречается вся эта животная пища, жирная, то кишечник работает просто буквально так часы, что называется. Ну, и весь организм соответственный. Он зашлакован со мной, и кишечник едет больше часто. У меня пост, он... У меня всегда... Постоянный пост. Я не хочу, я осознанно не хочу еще есть. Это я вот из-за матушки чистой, из-за нее ем, потому что она заставляет, а я вообще ничего не ем. Угу. Ну, а что? Я вот... Ну, кишечник не ем. Угу. 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 Может, начинают брать эти знания? Угу. Да, вы подходит знания. Угу. 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 У меня, я чувствую тоже, почему-то, начинается такая трясучка, прям, что такая, сцарей, тоже, женщина. Угу. 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 Я сдала, говорю, а что? Ну, ничего ей не назначили, ничего. Вот она, так же, написала, анализ. Вот. Это значит, что не фиталезин? Её ещё надо иметь, вообще, векарство, я гирю, вообще, векарство. Я пью, она мне что даёт, засыпает, но что она мне там даёт, я ей дам? Угу. Герой, господи, только ради тебя, да, что ты меня посылаешь, я ради тебя, готов на всё. А так, чтобы жить у меня здесь нет. Да, конечно. Я же вот, да, он тоже беседовал, кстати, я сейчас был неверующий человек, да, и мне предложили эктаназию, я бы ни секунды не снимал. Угу. Он фильм-то есть, документальный, снимает, как его в Германии, знаете, делают, сами стекали, там, мешают коктейльчиком, делают, сначала, в общем, дают коктейль, видимо, он, этот самый, и может замораживать внутреннее, что-то, органы, или как там, проходы, проходы, обезболивают, да. А потом коктейль дают царество калии, и максимум, там, 10-15 минут, всё запрепило, запрепило, всё. Ну, я не знаю, насколько это приносит отмечения, но это 10-15 минут, или это как можно. А потом вечность. Там какой-то ветер. Ветер? Аж унос. Угу. Ну, я не самолётом, поэтому поезд так не снесёлся. Ну да. А ещё у нас здесь, возле моря, нашего. А что быть огнём? Постоянно гореть, и вот это вот, господи, господи, это есть фильм, один такой, постапокалиптический, то есть, происходит действие после войны. Ну да, в том же силу, председательство. Смотри, вот люди уже, единицы, остаются на земле, и они ходят, по миру. Вот. Уже мало-мало людей. Голов, всё, солнца уже нет, облаками, деревья показывают сухи. Вот. Отец с сыном ходят, мать отстрелилась у них. Вот. И они ходят по земле, ищут пищу, воду, а вокруг орубают банды, вот эти людоеды, всё, ищут людей, поедают фильмы. Замечательно вообще. Ну, сын, видно, что люди, ну, не знают, и господа, а у сына всё равно, имени мальчик, мы ушли в 10-12, и пап, у нас горит огонь, он говорит, мы никогда не станем людоедными, мы никогда не будем людей есть, он говорит, нет сынов никогда, ведь, по-моему, он говорит, у нас огонь не погаснет, он говорит, нет сынов никогда не погаснет. Вот. И в конце фильма это отец умирает, и он мальчик встречается ещё с одной семьёй, он первый вопрос задаёт, они хотят его взять к себе, и он спросит, что там у вас огонь горит. Вот. То есть у них... Да. По-моему, ещё в 17 веке, я читал письмо, там, князя одного, герцога, я не знаю, который в Европу приехал, он описывает быт русских людей, у них, говорит, дети, все седые, раньше были, ну, ребята все белые такие, русские, ну, настолько белые ещё летом угорали, на солнце, и он говорит, они не пьют сырую воду, пьют квас, вот, а богатые, вот, князья пьют воду, и, говорит, князья все болеют, а крестьяне, говорит, у них здоровые, все не болеют, и он делает вывод из-за того, что они пьют вот этот квас. у них, говорит, он написывает квасы, у них, говорит, квасы, и слепольные, и пшеничные, и какие-то, чего только не было. Мне кажется, к этому нам надо вот ближе, я говорю, с матушкой, я говорю, надо квасы, вот эти, капусты, квашины, вот это вот, поддерживает то, что, флор у нас же, от этого они и не болели, и защищен был организм, нас отключили от семьи. Да, конечно. Клюкву, они много клюквы ели. О, клюква, это замечательный продукт, клюква, брусника, они содержат в себе бензойную кислоту, которая является природным антибиотиком. Она должна, пусть, как антибиотикам. Отчасти, да. Да, действует дубитель на микрофлору кишечнике, патогенную, свою нормальную флору она поддерживает, поскольку употребает вот это, патогенную, которая вызывает подогревание. Да, клюкву, брусника, надо ввести в рацион, ежедневный рацион. Согласен. Если Господь не защитит, то напрасно спрашивает, бог раствует. Ну, именно с этой, они же именно с этой, как бы, целью за Христом ходили, легли, до последнего апостола, ему казалось, что он сейчас возглавит на восстании. Да. Они же до последнего, до самой его смерти. Угу. А мы думали, что он тот миссия, который освободит наш народ. А его, расхарями разбирались, пошли, они плавились, а, не тот. Рашиблись. Рашиблись, да. На две тысячи лет лишились. Если районовский плен продолжался в семьдесят лет, и они потом вернулись, восстановили все, а теперь, увы, не могут. А почему? Ну, тем не менее, остается избранный народ, потому что не нравится, потому что Господь однажды избал, и он верен. Он не меняет свое обращение. А через него плюсуют все мировые дела творились через евреев. Я вот недавно смотрел фильм, опять же, о Ротшине, вообще, ну, исторический, откуда. Как Господь их убегает, казалось бы, антихристы, ярые, да, а вот он среди целого, вот, в Польше показывали, как один из рушителей возрастал, да, совершенно нищие люди. А потом, как они богатели, как они приумножали свой капитал, женились на родственников, чтобы, опять же, не терять денег, вот этот вот капитал, и, как бы, не было никаких источников ухода, да, денег, или там, чтобы в род входили какие-то люди, которые бы испортки делают, принялись, и на сестрах двою, племянницах женились. Ну, и все же, опять, от Господа, было бы, все было сломено, казалось бы, ну, у нас сейчас и вот это вот коронное смешение, ну, привык, к чему? Потом все будут здоровые люди, все омскишные, ни одного ничего такого не было. И, рад Богу, все. А все для чего? Чтобы через роды, антихристы пришли. Попрещение? Попрещение? Попрещение. Верующих, верующих, будут куда-то сводить какие-то эти лагеря. Вот, по подобию сталинских были, вот. И, а наш программ, это вот сейчас, пакет яровой, он же образован для этой цели, что люди, которые будут, не будут поддерживать вот этой государственной политики, церковь, которая у нас сегодня связана с государством, рука облаху идет, да? Их будут всех, ну, не церковь, а структура церковная. Структура, да. Их будут всех проводить. И нам надо готовиться с сухарем, надо орехи. Ну, хорошо, что я уже привез. Кстати, я ореху запас. Кстати, она лично говорит, что старый еще из запаса, но ты, Сережа, не оставляешь так много. Пожалуйста, принимай. Ради Бога. Я не о себе так думаю, я и других хочу. Они ему с Русалиму прислали какие-то орехи в каком-то сиропе или что, они там с руководностью вот. Они стоят в туалетике, чтобы она выросла. Не открывать на войну. Если они в нее не находятся, то ничего не сделать. Тректор Марина Теревкина 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 Прости Ради Христа. Спаси Христос за общение, за молитвы Твои. Продолжай молиться Аммне Гнешним. Спасите Господи. Игорь Благодаря. Игорь Благодаря. Продолжение следует...